Наталья, мы находимся перед зданием биологического факультета МГУ. Здесь проходит наша конференция, посвященная сирене. Продолжение следует... И, наверное, это очень здорово. Я помню, когда я была маленькая, я мечтала, что когда я вырасту, я обязательно поеду поступать в Москву, в МГУ. И, ну, как-то не сложилось. В общем-то, я закончила Академию в Санкт-Петербурге. Ни разу об этом не жалею. Но пройтись по зданию, в котором я мечтала учиться, посидеть за партами, это, конечно, отдельное удовольствие. Я всегда об этом мечтала. Единственное, что немножко печалит, это слегка запущенные посадки перед зданием биологического факультета. Я думаю, что можно было бы загнать сюда студентов и попросить их в качестве практики или в качестве помощи своему заведению и все-таки привести посадки в порядок, потому что, ну, потому что очень жалко. Тем более, что это биологический факультет, и люди так или иначе свяжут свою жизнь с растениями. Субтитры подогнал «Симон» Мы находимся в еще одном ботаническом саду. Это ботанический сад при МГУ. И здесь тоже цветет сирень, и здесь ее тоже море, и она прекрасна. Разделите это впечатление вместе с нами. Включите свое воображение и представьте, что когда цветет сирень, зацветут пионы. Посмотрите, они уже на бутонах. Дальше эстафету подхватят розы. И этот кусочек, он постоянно в цвету, постоянно что-то цветет. Это наверняка безумно красиво. Во всяком случае, мое воображение подпихивает мне именно такие безумно красивые фотографии. Цветущая сирень, дальше цветущие пионы, и, наконец, цветущие розы. Почти до самой осени, почти до первых морозов.